Добрый вечер! На 12-м канале итоговый выпуск Часа новостей. В студии Юлия Комарова и вот о чем мы сегодня расскажем. Под водой дома, участки и даже дороги. Мы приготовились, взяли с собой не только резиновые сапоги, но и рулетку для того, чтобы замерить уровень воды на мосту. Амичи собирают помощь пострадавшим от паводка. Какая сейчас обстановка в самых затопленных районах, расскажем последнюю информацию. Погодные условия плюс качество работ подрядчика. Результат выдержали не все дороги. По улице Мира внизу, после исполкома. Стараюсь объезжать. Жалобы на ямы от жителей окраин города и до самых центральных магистралей. В списке на ремонт почти полтысячи дорог. Не желал смерти, но убил с особой жестокостью. Сегодня вынесли приговор о Мичу, который не пожалел собственную супругу. Последствия катастроф, травмы головы и заболевания нервной системы. У нас есть уникальная возможность подробно рассмотреть главное рабочее место хирурга. Какие методики аппараты сегодня на вооружении омских нейрохирургов. И отправилась в арктическую кругосветку и профессионально изучила холод. Зимнее закаливание, это все-таки относится к экстремальному виду спорта. С известной арктической моделью Шалпан Зиганшиной встретилась наша съемочная группа. И еще свыше 40 домов удалось освободить от воды. Осушили и дополнительно 113 приусадебных участков. Это последняя информация по ситуации с паводком. Но подтопления в регионе продолжаются. Под воду уходят дороги, топят дома. В Омской области введен режим повышенной готовности. И по распоряжению губернатора Виталия Хаценко привлечена дополнительная техника. Где сейчас идут работы по откачке и как амичи спасают свои имущества. Репортаж Ангелины Руновой. Более 50 домов просто затоплены. Люди не могут выйти. Я в большом шоке. Бурные реки и буря негодования. Жители Березовой рощи разрабатывают план спасения. Соседи в ловушке. Вызволять их придется на лодках. Критическая ситуация и в соседнем СНТ Колос. Вода прибывает буквально поминутно. За минуту уровень растет, растет. Начала в дома заходить вода. У людей стоит по щиколотку буквально. Они по домам ходят в сапогах. Двухэтажный коттедж, личный пруд во дворе. Звучит красиво, но на деле не очень. Дом, как островок в зоне бедствия и виной всему, талые воды. Вода пришла с огорода. Забила из щелей и залила новый пол. Александр только купил дом. Увидел лужицу небольшую. Хотел ее ликвидировать. И за полчаса затопило весь дом. Дом в ипотеке. Все новое. Как вы видите, у нас ремонт еще в процессе. Стены только заштукатурены. Дверь все новые. Пол заливал бетоном, ламинат линолеум. Суша уходит под воду и в Омском районе. Вот так еще накануне выглядел мост над рекой Камышловкой. Вместо тихой реки бурный поток, который двигался поперек дорожного полотна. На затопленном мосту автомобили превращались в катера. Ну, блин, я боюсь. Обычно тихая река представляет собой цепь разрозненных болот. Но эта весна задает жару. Я вижу, что это в этом году только. Страшно ехать? Страшно. Я спрашиваю, можно ли проехать. Несколько суток стихия устанавливала свои правила движения на переправе. А мечи, как и съемочная группа 12 канала, с опаской преодолевали водную преграду. Мы приготовились, взяли с собой не только резиновые сапоги, но и рулетку, для того, чтобы замерить уровень воды на мосту. Как вы видите, он составляет порядка 15 сантиметров. Ну, примерно треть автомобильного колеса. Леховушка не заглохнет. И, тем не менее, признаются водители, приятного мало. На одной из полос образовался ступенчатый водопад. Стихия грозила разрушить транспортную артерию. Пока, видите, не размыло ничего. Сейчас, может быть, она остановится, вода. Перестанет бежать. Впрочем, автомобильное сообщение не пострадало. Вода сегодня схлынула. Проезд по дороге Дружино-Мельничное открыли для всех видов транспорта. Между тем, Паводок отвоевывает новые территории. Дорога из Любина-Малороссы. Вместо асфальта – бескрайняя водная гладь. Аналогичная ситуация и на дороге в аквапарк «Политотдел» – тропа для любителей экстремальных ощущений. А в деревне Пахомовки Азовского района в ловушке домашний скот. В ожидании спасения животные ютятся на островках из сена. Он еще и радуется, дурачок. А вот так выбираются из водного плена жители, в том числе и хвостатые сосновки. В Рябиновке затоплена единственная дорога, соединяющая микрорайон с Омском. В этом году Паводок особенно сильный. Зимой было много снега. В декабре даже побит рекорд 35-летней давности. Специалисты говорят, не исключено, что это только начало. По всем пунктам, по которым мы составляем прогнозы, везде отметки опасного явления. И вот эти повышенные сбросы, конечно, вот эта вода, которая пройдет по территории Тюменской области, она дойдет и до Омской области. Неблагоприятные отметки ждем в первой декаде мая. А высшие уровни, именно у Орехова, это вторая половина мая. Сейчас на местах подтоплений продолжают работать сотрудники МЧС, специалисты Министерства региональной безопасности и администрации районов. Привлечена дополнительная техника, но большая вода продолжает идти. И самая сложная обстановка на сегодня в Русскополянском, Таврическом и Омском районах усилиями спасателей с привлечением техники, уровень воды начал все же снижаться. Даже удалось открыть для движения транспорта автодорогу Серебряная Русская Поляна, которую полностью затопили талые воды. Между тем, у МЧС начали собирать гуманитарную помощь пострадавшим от паводка. Люди нуждаются в одежде, постельных принадлежностях и продуктах питания. Слово Светлане Мельниченко. Пледы и одеяло. Здесь у меня, наверное, постельное белье. Оно тоже нужно очень приобрететься. Татьяна Еремина упаковывает груз. У Амички есть всего пара часов, чтобы укомплектовать гуманитарную помощь для пострадавших от паводка в Русскополянском районе. Мы принимаем участие, как бы побыстрее помочь людям. Так как я знаю, что у меня есть на складе. Люди добродушные приносили одежду, постельное белье, подушки приносили, матрасы приносили. И я думаю, что это все приводится людям. И мы рады помочь. Русскополянский район пострадал от паводка больше всего. Дорога в Омск превратилась в бескрайнее море. Большая вода застала жителей врасплох. Хватали документы и выбирались на улицу. В районе открыли временные пункты размещения. По личному распоряжению губернатора на место выехала специальная группа. Роют траншею для оттока воды. Ситуацию мониторят из воздуха. В небо запущен коптер. Вели режим ЧС районного значения. На данный момент удалось снизить уровень воды, но ее все равно много. Болото в доме. Все плавает. Все в воде. Сейчас меня скрывает по колену. Большая вода заходила в дом стремительно. Поэтому сельчане спешно эвакуировались без личных вещей и теплой одежды. Помочь вызвали сразу несколько волонтерских организаций Омска. Экстренно собирают все, что есть в наличии. Мы от нашего фонда повезем сегодня медикаменты, гигиенические принадлежности и продукты питания. Все, что смогли собрать буквально с раннего утра. Потому что информация о том, что выезжаем, едем, поступила вчера уже ночью. Чтобы создать людям комфортные условия в пунктах временного размещения, организованных в зоне подтопления, в первую очередь собирают матрасы, подушки, одеяло и постельное белье. В связи с паводком возникли перебои и с питьевой водой. Поэтому добрую часть места в машине гуманитарной помощи занимают пятилитровые бутыли. К тому же сейчас вот в этих коробках находятся макаронные изделия, крупы, мясные рыбные консервы. В ближайшие минуты все это отправится в Русскую Поляну. Несмотря на то, что путь до затопленных сел остается проблемным, волонтеры повезут груз лично, чтобы встретиться с пострадавшими от паводка. Сейчас мы сами собираемся этими волонтерскими организациями и выезжаем в Русскую Поляну, посмотрим все своими глазами, переговорим с администрацией. Если нужны какие-то еще, какая-то помощь, обязательно будем оказывать. То есть мы своих не бросим, в стране не остаемся. Уже через несколько часов ценный груз доставили в зону подтопления. Волонтеры передали его сельчанам в пункт временного размещения, который развернули в местной школе. Часть довезли непосредственно жителям Сибирского, чьи дома не затоплены, но отсечены от большой земли. Вместе с волонтерами сельчан посетили медики. Добровольцы сообщили, во время их отъезда рабочие укладывали дополнительную трубу, чтобы обеспечить отток воды. И уже сейчас ее уровень снизился, и дорогу к населенному пункту открыли. Светлана Мельниченко и Дмитрий Алдогепченко, 12 канал. И в Омске на пересечении улиц Крупской бульвар архитекторов изменят приоритет движения. У автомобилистов при выезде из микрорайона Тополины с правым поворотом теперь будет преимущество. Те, кто едут по бульвару архитекторов, прямо должны будут уступить дорогу транспорту, который осуществляет маневр с Крупской. Нововведения начнут действовать уже со среды с 10 апреля. Дорожники к этой дате установят два новых знака. Также в ближайшее время специалисты планируют изменить приоритет движения и откорректировать работу светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца. Владимир Путин подписал закон, по которому участникам спецоперации будет легче выплачивать кредит. Бойцов СВО освободят от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Все начисленные суммы будут списаны. Ну а что касается самого механизма кредитных каникул, он позволяет приостановить исполнение обязательств по кредитному договору. Срок – это время участия в специальной военной операции и месяц дополнительно. Согласно распоряжению, теперь банки должны будут в течение 10 дней уведомить заемщика о новом законе, а также направить уточненный график платежей. Аналитики оценивают новую льготу положительно. Благодаря этому снизится финансовая нагрузка на семьи участников СВО. Бонусов это может стимулировать большее количество граждан идти на военную службу. И открыли новый сезон аварии. На львобережье машина сбила двух подростков на электросамокате. С приходом тепла на городских улицах вновь появился двухколесный транспорт и одно из средств индивидуальной мобильности попало в ДТП. Авария произошла в Кировском округе. Два молодых человека катались на одном электросамокате. Школьники выехали на «Зебру», где их протаранила машина. Водитель не успел затормозить. В итоге подростки упали на капот. Однако серьезных травм, судя по всему, не получили. В ГИБДД об инциденте никто не сообщил. Специалисты самой ювелирной работы. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-нейрохирурги. Эта специальность по праву считается одной из самых сложных. Операции на головном мозге, сосудах, нервах, позвоночнике. А значит, спасению жизни человека для этих врачей ежедневный труд. О тонкостях профессии узнала Анастасия Донец. В отделении нейрохирургии Данила привезли с тяжелой травмой головы после падения дерева. Несколько дней назад ему сделали операцию, и он уже идет на поправку. Сейчас возвращаюсь к нормальной жизни. Легких случаев здесь не бывает, говорят врачи. В отделении нейрохирургии проводят около тысячи современных высокоточных операций в год. Пациенты попадают сюда после ДТП и грозных сосудистых катастроф. Здесь удаляют сложные опухоли спинного и головного мозга. Работа поистине ювелирная, поэтому почти все вмешательства проходят под микроскопом. С помощью высокоточной техники омские нейрохирурги сохраняют не только жизни пациентам, но и нервы, сосуды, а порой даже внешность. При повреждении лицевого нерва возможно было опущение века, но под микроскопом удалось отделить и аккуратно, безопасно зайти, убрать опухоль. В день у нейрохирурга одна-две операции. Каждая длится от 40 минут до 10 часов. Сегодня понедельник. В этот день операции не проводятся. Вместо них генеральная уборка. Поэтому у нас есть уникальная возможность подробно рассмотреть главное рабочее место хирурга. Экскурсия начинается с озоновой камеры. Здесь хранятся инструменты. С ними, к слову, связана одна из примет врачей. Если скальпель упадет на пол, то непременно будет еще одна операция внеплановая. Ну и, конечно, самое главное – стол, где проводятся сложнейшие манипуляции. Именно это место снится хирургам по ночам. К сожалению, снятся, особенно перед сложными операциями. Я стараюсь все моменты сложной операции многократно в голове прогнать. Накопившийся за дежурство стресс Александр Кормилец снимает в кабинете с помощью оригами. Помогает не только расслабиться, но и поддерживает в тонусе мелкую моторику. Рядом с бумажным слоником – сиреневый ежик. Это особенный подарок от пациента. Я думаю, у каждого хирурга есть какие-то милые памятные подарки от пациентов. Вот, например, пациентка нам связала несколько ежиков, которые хранят. И мы храним. И у коллеги есть такой ежик. Однако, как говорят врачи, единственная благодарность, которую ждут медики от пациентов, так это, чтобы те больше никогда не возвращались и были здоровыми. Солнце из Сибири на большом экране. Сегодня состоялся закрытый тестовый показ научно-популярного фильма 12 канала. Он рассказывает об использовании в Омской области солнечной энергии, причем не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. Одна из фишек – это ведущая проекта. Это виртуальная. Это аватар рая. Над созданием образа солнечной девушки трудилась Анна Грин, известный дизайнер из Москвы, обладатель премии «Сколково». А юные ученые специально для проекта придумали зарядную станцию для дрона на солнечной панели, которая призвана увеличить дальность полета. Важный этап реализации от идей до макета вошли в научно-популярный фильм. Омская область – самый солнечный регион в нашей Сибири, потому что у нас более 300 солнечных дней. Я этим горжусь, как амичка, человек, который здесь родился. И этот фильм – это такой, может быть, подарок всем моим дорогим амичам в том числе. Есть в этом фильме и экологичная составляющая, действительно зеленая энергетика, за ней будущее, на мой взгляд. Смотрю фильм, и вдруг вижу знакомое лицо. И это оказался мой двоюродный дядя. Я даже не ожидала, что я их увижу в этом фильме, потому что вроде здесь семья, как семья, а тут раз и на таком фильме. Я очень рада вообще, что вышел такой фильм, который показывает о том, как можно экологично жить, экологично потреблять энергию. Телевизионная премьера состоится 24 апреля в 20 часов. Фильм также будет доступен для просмотра и в интернете, на нашем сайте, а также в соцсетях. Отмечу, что проект реализован 12-м каналом на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. И вот какие материалы мы покажем во второй части нашей программы. Оставайтесь с нами. Не желал смерти, но убил с особой жестокостью. Сегодня вынесли приговор о Мичу, который не пожалел собственную супругу. Погодные условия плюс качество работ подрядчика. Результат выдержали не все дороги. По улице Мира внизу, после исполкома. Стараюсь объезжать. Жалобы на ямы от жителей окраин города и до самых центральных магистралей. В списке на ремонт почти полтысячи дорог. И отправилась в арктическую кругосветку и профессионально изучила холод. Зимнее закаливание, это все-таки относится к экстремальному виду спорта. С известной арктической моделью Шалпан Зиганшиной встретилась наша съемочная группа. Радио Монте-Карло Музыка мирового класса 106,2 FM в Омске Путешествия по сказкам Алиса в стране чудес Маугли, Аладдин, Бременские музыканты Экзотические животные с царицами тропиков пумами Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке Невероятные Усвинские столбы Бескрайнее Онежское озеро И живописная долина реки Чулышман Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой Купите любимую продукцию Макфа На сумму от 150 рублей в чеке Зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше трех путешествий и 800 других призов Открывайте красоту России вместе с Макфой Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города Брутальный внедорожник Jetur T2 в Омске Официальный дилер Jetur Alliance Волгоградская 38, корпус 2 Альянс вместе в движении Если радио, то максимум 105FM в Омске Проехать по бездорожью или же с комфортом добраться до офиса для любых условий и целей Отличный, а главное надежный компонент в пути LADA А помогут выбрать авто в новом дилерском центре от автохолдинга Bars Большой выбор, выгодные предложения и качественное обслуживание Что еще предлагает LADA Bars в нашем материале? Оформление документов, вручение ключей Добро пожаловать в LADA Bars Это ключ от вашего автомобиля Спасибо большое И вот довольный покупатель покидает салон за рулем своей Niva Travel Помогли с выбором в новом официальном дилерском центре LADA автохолдинга Bars Здесь команда профессиональных продавцов-консультантов Расскажет о преимуществах выбранной модели и особенностях комплектации В салоне LADA Bars представлены разные модели и комплектации Которые могут удовлетворить вкусы даже самого изысканного автолюбителя Например, LADA Vesta Это популярный выбор автолюбителей В этом автомобиле комфортный салон Включены зимние опции Обогрев лобового стекла, сидений и даже руля Все очень удобно, особенно в непростых омских погодных условиях и дальних поездках Самое главное, что все находится под рукой В LADA Bars действуют различные кредитные предложения Также менеджеры расскажут про программу Trade-in Все автомобили находятся в наличии с ПТС Что позволяет выдать машину новому владельцу в день проведения самой сделки Переживать за состояние своего авто не придется В случае необходимости, как официальный дилер марки Bars проводит гарантийный ремонт Также после приобретения автомобиля у нас есть сервисный центр Команда специалистов отдела сервиса может произвести качественный технический сервис Для любого автомобиля LADA, любой модели и даже любого года Новые современные автомобили LADA подойдут как для работы, так и путешествий Выбор для себя надежный вариант просто Вас ждут в автоцентре LADA Bars по адресу 10 лет октября 182 Изучайте географию со вкусом 12 каналы МАКФА представляют проект «Открывайте красоту России» Отвечайте на вопросы о самых живописных уголках нашей страны Получайте вкусные и полезные подарки О том, как познакомиться с удивительными пейзажами, не отрываясь от обеда в нашем материале Невероятные Усьвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман И это далеко не все чудеса природы, которыми может похвастаться наша страна Амичи теперь могут совершить путешествия в самые невероятные уголки России в компании любимых блюд Не перестают удивлять не только вкусными продуктами, но и подарками своих покупателей МАКФА Совместно с 12 каналом торговый бренд запускает проект «Открывайте красоту России» Мы задействуем в этом конкурсе все платформы нашего холдинга Это и телек, это и радио, это и соцсети С МАКФА мы достаточно давно сотрудничаем Вы знаете, классные конкурсы, классные призы И вот в этот раз сейчас мы будем вместе с Амичами, с жителями Омской области изучать красоты нашей страны великолепной Победители каждый день будут получать замечательные призы Это макароны, это прототивные колонки и так далее Проект продлится до 26 апреля включительно Принять участие просто, главное ежедневно смотрите телеэфир и ждите вопросы, всплывающие на экране Они могут появиться в любое время Ответы на них нужно прислать в сообщения группы 12 канала ВКонтакте А дальше выигрывайте призы, победители определяют при помощи рандомайзера Подробная информация о конкурсе в группе 12 канала ВКонтакте Пациент спит, врач работает В сети стоматологических клиник Атлант вводится новая услуга Лечение зубов под наркозом Все детали таких операций стоматологи обсудили на организованной по этому случаю конференции В чем плюсы для врачей и пациентов узнал наш корреспондент В сети стоматологических клиник Атлант появилась еще одна услуга Лечение под наркозом Это может быть как терапевтическое лечение зубов Так и протезирование проведения операций по установке имплантов Преимущество в том, что пациент находится во сне Не чувствует страха и дискомфорта А еще сокращаются сроки лечения Заодно посещение врач может выполнить больше объем работы Пациент расслаблен, он не беспокоится Что касается самой операции, они долгие бывают Там до часов 5 примерно Поэтому в отношении времени пациенту легче это переносится Лечение под наркозом планируется только после консультации у врача-анестезиолога Индивидуальный подход к каждому пациенту всегда дает отличный результат То есть когда он проснулся, он только понимает, вспоминает, что он в стоматологической клинике находит При этом, если даже были какие-то неприятные болезненные ощущения То есть человек об этом даже не вспоминает То есть человек спит, врач работает После лечения под наркозом у пациентов есть возможность отдохнуть в специально оборудованной для этого комнате Под непрерывным наблюдением врачей и медсестер Умский суд поставил точку в громком уголовном деле Сегодня огласили приговор мужчине, который во время семейной ссоры насмерть забил супругу По версии следствия, нанес ей больше 140 ударов и 23 из них в голову При этом во время последнего слова мужчина уверял, якобы у него не было умысла причинять вред здоровью даме сердца Тем более не желал ей смерти Трагедия произошла в середине ноября прошлого года и вызвала широкий общественный резонанс И как следует из материалов, причиной ссоры могло стать злоупотребление женщины алкоголя и ревность Подсудимый вину не признал На заседании закрывал лицо В итоге вердикт судьи лишения свободы на 9 лет 11 миллионов рублей дополнительно выделено на аварийный ремонт дорог В связи с большим количеством повреждений после зимы В общей сложности сумма, которую потратят на обновление магистрали, превысит 130 миллионов Еще часть дефектов должны исправить подратчики по гарантии Также в этом году приведут в порядок 9 крупных объектов по нацпроекту Безопасные и качественные автомобильные дороги Репортаж Любови Федоровой Эта зима стала настоящим испытанием омских дорог на прочность Пережили ее не все По улице Мира, внизу, после исполкома Стараюсь объезжать Проблемы есть, отмечают в мэрии, как в микрорайонах, так и в центре Часть дорог восстановят по гарантии Также увеличен и бюджет на аварийный восстановительный ремонт Со 120 до 131 миллиона рублей На содержание и текущий ремонт И плюс еще около 4 миллионов мы на этом городском совете Добавили на ремонт искусственных дорожных сооружений Сейчас в очереди на ремонт почти 500 участков Привести в порядок их должны до конца июля График аварийно-восстановительных работ в свободном доступе на сайте мэрии В приоритете улицы с интенсивным трафиком Например, на Красноярском тракте работы уже идут Меньше недели назад наша съемочная группа работала на этом месте И здесь была огромная яма Сейчас, как мы видим, ее засыпали Даже в условиях, когда то дождь, то солнце И построить регулярный график не получается Но все равно работа идет Что касается нацпроекта Безопасные и качественные дороги В плане на этот год 9 улиц На Омской, Волочаевской, Заозерной и Театральной площади Первый этап работ проведен Ремонт дорог на улицах 60 лет Победы 6-й Шинной, Маяковского, Коммунальной и Гусарова Начнется во второй половине апреля Из крупных можно выделить улицу Омская Она вообще самая протяженная из этого списка 9 дорог Там планируется укрепление основания Будет частичная укладка Два слоя асфальтобетонного покрытия В 2025-м деньги по нацпроекту Безопасные и качественные дороги Выделены еще на 5 территорий Это участки на улицах Воровского, Заозерной 7-й Северной, Герцена и Ленина Еще 150 миллионов, но уже в этом году Распределят на ремонт пешеходных проходов Тротуаров и проездов в частном секторе Также обновят и разметку Любовь Федорова, Дмитрий Хромцов, 12 канал Негодование мечей вызвало инициативу Одного из предпринимателей В самом центре Омска, на Альбинском проспекте Он решил покрасить фасад здания в ярко-синий цвет Но такой дизайнерский ход оценили не все В итоге бизнесмену придется вернуть Выкрашенный участок в первоначальный вид За ним внимательно будут следить Специалисты Департамента контроля мэрии Напомню, Любинский проспект Капитально отремонтировали в 2016 году В ходе благоустройства улицы Был проведен полный ремонт фасадов Цвет зданий выбран не случайно Он полностью соответствует историческому виду И не ухудшать эстетический вид Общественных пространств А улучшить облик города Поможет голосование за объекты благоустройства Своё мнение уже выразили Свыше 75 тысяч жителей региона Выбор территорий Проходит в рамках федерального проекта Формирование комфортной городской среды Нацпроекта «Жильё и городская среда» Который инициировал президент Владимир Путин Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов Будут благоустроены Как проголосовать, знает наш корреспондент Анна Лукьянец Реальность, провалившаяся плиткой и лужами И ожидание, какой может стать территория Возле КДЦ «Иртыш» Прохожим рассказывают и показывают волонтёры Предлагая тут же проголосовать за будущее благоустройство Если проект наберёт большое количество голосов жителей В 2025 году начнутся работы В рамках программы Формирование комфортной городской среды Президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» Необходимо заменить тротуарную плитку Также договорились с жителями Предварительно о том, что поставим новую сцену Сделаем арт-объекты Поставим также малоархитектурные формы Лавочки, урны В общем, преобразить Наполнить её крупномерными деревьями Ну и газонную часть, конечно же, приведём в порядок Всего МИЧАМ предлагается выбрать из 13 проектов Два из них относятся к Кировскому округу Это территория ОКДЦ «Иртыш» И третья очередь благоустройства 10 микрорайона Оба проекта уже набрали свыше 5000 голосов За «Иртыш» проголосовал и мэр Сергей Шелест По его словам, видно, что территория востребована у жителей И требует вложения средств Благодаря нацпроекту с 2018 по 2023 год В Омске благоустроено 115 территорий На общую сумму свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей В этом году запланированы работы в городском саду Парке имени 30-летия в ЛКСМ В Воскресенском сквере и на аллее братьев Сазоновых На эти цели выделено 230 миллионов рублей Кроме нас самих Никто наш город лучше не сделает Поэтому есть возможность Прилечь федеральные средства И надо постараться Чтобы максимально Приняли участие в голосовании Омичей за те территории Которые бы они хотели благоустроить Голосование за объекты благоустройства Продлится до 30 апреля Сделать выбор можно онлайн на федеральной платформе Или с помощью волонтеров Встретить их можно у крупных торговых центров Анна Лутинец, Денис Жарков, Сергей Пайхалов, 12 канал Сегодня не стало Леонида Паснова Известный журналист стоял у истоков спортивного вещания на 12 канале Он был первым ведущим хоккейной программы «Естребиная охота» Которая рассказывала об одном из лучших хоккейных клубов страны Омском Авангарде Здравствуйте, в эфире «Естребиная охота» Скандальная ситуация, связанная с игроками Омского Авангарда И молодежной сборной России Станиславом Чистовым, Александром Свитовым и Кириллом Кольцовым На прошлой неделе наконец-то разрешилось Также Леонид Паснов был автором обозрения Центральная трибуна О программе об омском спорте И известных спортсменах Ярких турнирах и соревнованиях Делал репортажи с омских сельских олимпиад Праздника Севера и Королевы спорта И даже закончив карьеру журналиста Он не переставал интересоваться спортом Продолжал общаться со многими тренерами И наши коллеги, которые работают в этой тематике Учились о зампрофессии именно у него О нем отзываются, как о добром, душевном, позитивном человеке Леонид Паснов скончался после продолжительной болезни Ему было 53 года Прощание состоится в среду, 10 апреля в 13 часов В ритуальном зале по адресу партизанская, дом 20 Зиму любят больше, чем лето А с приходом тепла от лучей палящего солнца Убегает на крайний север В Омск приехала настоящая арктическая модель Шалпан Зиганшина Туристка сейчас в кругосветном путешествии Цель проехать всю Россию В самом конце устроить заплыв в самых холодных морях Примечательно, что передвигается Шалпан автостопом И в полном одиночестве А вот на встречу с ней приезжают сотни людей Даже из-за границы Подробности в материале наших корреспондентов Это не просто разминка на свежем воздухе А моя первая тренировка по закаливанию Делаю ее я вместе с арктической моделью Шалпан Зиганшиной Она переплыла Иртыш Участвовала в съемке при минус 35 градусах И обошла остров Сахалин Самое подходящее время для закаливания Говорит инструктор межсезонье А начинать нужно с малого Плавно, поехали И мне надо окунуть до кисти Ее называют королева холода 18 наград за участие в разных чемпионатах И кубках мира по зимнему плаванию И статус арктической модели Список достижений Шалпан Зиганшиной поражает Сложно поверить, но 9 лет назад Врачи поставили ей диагноз Шалпан руки не опустила И объявила болезнь войну холодом Сейчас на ее счету 110 водоемов В том числе Иртыш Иртыш уникален Я его переплыла в прошлом году Туда и обратно, автономно Комфортно Не прилагается лишних затрат, усилий То есть ты просто как на разминке Сейчас Шалпана в арктической кругосветке Цель проехать всю Россию Посетив самые холодные регионы Стартовала из Казани Автостопом двигается во Владивосток В маршруте Арктическое побережье Там совершит заплыв в пяти северных морях Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском и Белом И закончит маршрут в Калининграде Где окунется в Балтийское море Цель научная Я поступила в научный формат обучения В Томский государственный эколог Сибири-Арктики Изучение холода Пройдя обучение, я взяла академ И ушла в кругосветку, чтобы на практике Пройти регионы холода Протестировать водоемы Встречают арктическую модель здесь как дома А чтобы попасть к ней на мастер-класс Люди едут к нам даже из-за границы Оксана приехала из Норвегии В Омске живут родители Моржеванием я занимаюсь уже около 7 лет Ощущение это вообще просто супер Просыпается целый организм Для меня это, не знаю, мне приносит очень много счастья и радости И плюс здоровье, я никогда не болею Шалпан говорит, что холодная вода вдохновляет, мотивирует и дает силы справляться даже с самыми, казалось бы, непосильными трудностями В планах у женщины написать диссертацию А уже сегодня она продолжает маршрут Следующая точка на карте Красноярск Ольга Седачева, Наталья Семенова, Сергей Пайхалов, Матвей Олемский, 12 канал Далее прогноз погоды на все наши новости доступны в социальных сетях Вконтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе Найти их можно и на сайте 12 канал.ру Также вы можете предложить свои новости Прислать их нам по электронной почте Или же позвонить в редакцию по телефону 695 641 Оставайтесь с нами И о погоде Завтра 9 апреля в Омске облачно небольшой дождь В ночное время плюс 1, плюс 4 Дневная температура до плюс 6 В районах облачно небольшие осадки В ночное время плюс 1, плюс 2 И дневная температура 2, 4 градуса выше нуля Ветер юго-западный 5 метров в секунду И атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба На этом у меня все новости Всего доброго, до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова